и ведет себя как инквилины в новом для себя обществе. Они долгое время фактически пребывают вне его, вне глубинных социальных связей и процессов. Психологическое состояние подобных маргиналов часто выражается в состоянии потерянности, отчаяния, ностальгии. Иногда реакция на это состояние становится проявлением претенциозности или цинизма. Вторая креативная группа маргиналов неоднородна и делится в свою очередь на конвергентов. Это моя интерпретация на конвергентов, от позднего латинского convergo, что означает приближаю, схожусь. А также дивергентов, опять же от позднего латинского divergere, обнаруживать расхождение. И инсургентов, от латинского повстанец, бунтарь может быть даже. Дивергенты и инсургенты – особая группа маргиналов, обладающая наиболее высокой степенью креативности, способные менять ход истории, запустить новое время. О них мы сегодня говорить не будем. Что касается конвергентов, они отличаются высокими транзитивными и адаптативными свойствами. Кстати, я считаю, что армяне, оказавшись на чужой территории, в чужой стране, они, как правило, становятся конвергентами. Исключительно, ну очень мало людей становится инсургентами. Большая часть, а также, значит, далеко не все становятся, скажем, там, дивергентами или инсургентами. По большей части это именно конвергенты. Люди, обладающие высокой адаптивностью, высокой креативностью и высокой адаптивностью, они не пытаются диктовать свои правила игры, они не пытаются навязывать какие-то свои ценности аборигенам, местным людям. Они, наоборот, приспосабливаются к ним, и живя вот, может быть, у себя дома или вот в своей общине, в своем плане, по каким-то своим законам и правилам, выходя за пределы этой общины, они прекрасно, они как бы вот меняют маску, становятся местными и очень неплохо растворяются в, как бы вот, в принимающей их среде. Так что это, наверное, самое распространенное и, наверное, оптимальное качество для людей, которые оказались за пределами, ну, предположим, породившей их среды, за пределами, скажем, своей родины. Первое поколение, если будет пытаться там как-то вести себя как дивергенты и, тем более, инсургенты, оно будет оторвано, там это может привести к разного рода эксцессам, например, к погромам. Чтобы такого не было, лучше всего быть, как говорится, конвергентом. Итак, свои отношения с принимающей стороной конвергенты строят по принципу комменциализма или параойки. Благодаря своей пластичности, иногда граничащей с конформизмом, они становятся наиболее успешными членами социума, что часто вызывает неоправданное раздражение у представителей правящих классов титульного этноса, а иногда и у даже каких-то представителей каких-то низших слоев. Но через одно-два поколения конвергенты втягиваются в элиту нового общества и становятся его опорой. Вот роман «Докт Роу» «Ректайм», если кто не читал, обязательно советую почитать, описывает несколько классических примеров конвергентов, дивергентов и инсургентов. И там вообще показывает, как обычные, такие очень даже лояльные американскому социуму, конвергенты превратились в инсургентов. В частности, изобретатель стиля «ректайм» джазового, ну это прото-джаз на самом деле, колхаус-воркер, вот как он стал бунтарем, как он стал инсургентом. Ярким, можно сказать, классическим примером конвергенции является судьба командира венецианского начальника гарнизона Фомагусты Мавра Ателла, который, а также, значит, карьерный взлет Ганнибала, прежде, и Прагима Петровича, прадеда Пушкина, и главного героя нашего рассказа, Ясуке, чернокожего самурая, описанного в детской новелле Курусуке 1968 года. За авторством Йосио Курусу и Гензиро Миноды роман написан в лучших традициях авантюрного романа и исторических фильмов о самураях, где есть все, что требует законы жанра. Сигун, война, дворцовые интриги и гейши. Кроме того, Ясуке, ну уже впоследствии, это где-то вот последние, наверное, лет 20, стал героем знаменитой видеоигры, где он представлен этаким ранином, который для возрождения своего синьора Набунаги переходит на сторону темных сил, обещающих взамен оказанных им услуг вернуть жизнь великого полководца. Вот он здесь вот у нас. Герой этой видеоигры. Я думаю, что многие из вас, особенно из японистов, наверное, знают эту стрелялку, играли бы ее или играют. Итак, значит, дебют или прибытие восхождения героя в стране восходящего солнца. О самом Ясуке сохранилось не так уж много светений. Первое упоминание о легендарном чернокожем самурае появляется в письмах и в дальнейшем в работах знаменитого португальца Луиша Фройша иезуинского монаха, участвовавшего в работе христианской миссии в Японии. Вот тут у нас есть он. Вот этот большеносый монах в черной одежде, который ведет спор с буддийским священником в присутствии придворных Одэн Абунаги. Даймё Одэн Абунаги. За 30 лет пребывания в стране восходящего солнца он написал огромный труд «История Японии», а также успел перезнакомиться с самыми значимыми деятелями той эпохи. Среди них особое место занимает фактически лидер тогдашней Японии Одэн Абунаги, который высоко ценил португальца за ум и собранность. Именно на приеме Абунаги Фройшу и всем представителям присутствующим представили диконного, диковинного черного человека, который поразил всех своими благородными манерами высоким ростом и мускулатурой, и развитой мускулатурой. Имеется много версий о том, из какой части португальской Африки был Ясукен. Но дополненно известно, что будучи еще ребенком, он был захвачен в плен, не раз перепродавался, на Невончих рынках, пока не оказался в услужении у Алисандро Валиньяно 1539-1606 годы, иезуитского священника, возможно, имевшего старший офицерский чин. Я думаю, что он даже, когда он уже оказался в Японии, он дослужился до чина генерала. родом он был из Неаполя, который в 1759 году был назначен инспектором в Восточно-Азиатском регионе в целом, и особенно в Японии, и должен был осуществлять проверку миссионерской деятельности в Восточной Азии. Александр Валиньяно можете видеть его. Валиньяно не удовлетворило положение дел на местах, о чем свидетельствует его подробный, весьма критический отчет, направленный в Рим. Оказалось, что священники здесь ленивые и не проявляют рвения в деле распространения христианской веры и христианских ценностей. Это особенно в его отчете досталось францисканцам. Этот отчет он сохранился, сейчас он хранится в Ватиканском архиве. После смерти Валиньяно привезли в Рим не только значит, этот отчет он раньше туда попал с Аказии, но в Рим также были доставлены его вещи. Эти вещи там долгое время хранились в каком-то ящике, который был обнаружен двумя американскими исследователями. Только в 1920-х годах, в 1928-м году, если я не ошибаюсь, а еще один другой американский исследователь опять же что-то обнаружил в этих архивах очень интересное, опять же связанное с Валиньяно. Это уже где-то в середине 60-х. Так интересно, да? Такая ценная информация, которая пылилась в римских архивах, в павских архивах на протяжении нескольких сот лет никто этим не интересовался. Должны были приехать американцы, чтобы там это все нарыть, опубликовать, это все перевести и так далее. И вот именно благодаря этим архивам открылась очень ценная информация, которая продемонстрировала то, как работал в Японии Валиньяно и вообще вся вот эта миссия, сколько он приложил усилий для того, чтобы распространить идеи японцев христианства. Получив большие полномочия вот этот умный и высокообразованный иезуит разворачивает в Японии бурную деятельность. Он постоянно был чем-то занят. Занимался издательством словаря и учебником по японской грамматике. Открыл семинарии по изучению божьих условий. Адаптировал привычный иезуитский уклад к местным обычам. Принимал активное участие в развитии торгового порта Нагасаки. Очевидно, создал разветвленную агентурную сеть естественно иезуитскую посредством которой влиял на политическую жизнь страны. Волиньянов умер в Макао в 1606 году. По смертным Панагирике один из братьев написал «Мы скорбим не столько о нашем братье и наставнике сколько об апостоле японском». В 1614 году в Японии было уже более миллиона христиан. Это было до того, как христиане подверглись преследованию. Сразу скажу, что так вот здесь смотрите впереди есть места. Давайте вот сюда вперед. Так вот сразу скажу, что в современной Японии где-то сегодня была статистика 21 года там где-то чуть больше полутора миллионов христиан. Сравните, тогда их было миллион в этой Японии с небольшим количеством населения, а сегодня в Японии с 120-миллионным населением всего лишь полтора миллиона христиан. И честно говоря, среди этих христиан наверное не так уж много японцев там скорее всего много иностранцев а тогда в Японии вот скажем в 16 веке иностранцев вообще не было по сути говоря то есть конечно же и многие считают что вот такая интенсивная и эффективная христианизация Японии связана конечно же с именем Валиньяна но вернемся к бывшему чернокожему рабу как оказалось итальянский иезуит относился к своему подчиненному не как к черной обезьяне страшилищу который своим зверским видом должен был опугивать на улице воров и мальчишек попрошайков вполне по христианским да это была такая распространенная практика прежде чем куда-то там отправиться в какую-то другую страну обычно отцы иезуиты брали покупали на невольничьих рынках ну и для них это скорее всего кто-то делал не сами же они там ходили и рабов покупали ну в общем покупали таких чернокожих жердяев которые должны были с одной стороны прислуживать им а с другой стороны своим видом отпугивать значит ну в той же Восточной Азии вот этих всяких назойливых попрошаек или назойливых людей и так далее потому что Восточной Азии прежде никто не видывал этих чернокожих и их страшно боялись в Японии их вообще считали камень ну все знают это значит духи японские бывают добрые камни бывают злые камни а в основном они имеют двойную природу как добрую так и злую и вот на фресках даже не столько на фресках на фресках даже в буддийских храмах но и вот в каких-то свитках которые дошли до нас вот кстати вот свитки 16-го 17-го веков обычно камни изображают либо так вы знаете нарисованного либо грязно-синей краской либо грязно-зеленой то есть как-то или же лиловой краской так что вот при виде вот этих чернокожих людей многие обыватели просто впадали в ступор потому что им казалось что они видят камни камни же это же человекообразные существа просто уродливые вот они считали что вот эти чернокожие ребята такие вот и есть эти камни очень много кстати чернокожих людей тогда появилось именно вот чернокожие прислуги тогда вот появилось в Японии кстати вот в Макао кстати вот их было очень много в Китае появилось тоже их немало в основном их тогда вот туда привезли португальцы преимущественно вот они были из Мозамбика португальцы мы с вами знаем да это известные рабовладельцы так как когда-то вот жители острова Родос но значит так так вот Валиньяна обратил молодого язычника в истинную веру по крайней мере так обычно говорят говорят что вот он был язычником из Мозамбика стал христианином я так не думаю я думаю что все наш самурай в скором времени он был христианином изначально изначально он обучил чернокожего парнишку европейским манером грамоте и нескольким языкам по крайней мере латыни и итальянскому хотя на корабле он наверняка научился говорить и по-португальски с матросами же он должен был общаться они вплыли из Европы в Японию это на галеоне небольшом кстати галеоне у него был очень медленный ход и тогда вот такие путешествия они занимали несколько месяцев по крайней мере месяца два если не три таких каких-то быстроходных судов такие каравел такие каравеллы быстроходные были только у испанцев и они не ходили в индийский океан они не ходили по индийскому океану так вот это было по крайней мере а если еще они там останавливались по долгу где-то в каких-нибудь портах например в Индии или в Индокитае то путешествие могло занять и все четыре месяца и постоянно приходилось вот так так что наверняка наш чернокожий парнишка научился и португальскому тем более что все эти языки латынь итальянский португальский они принадлежат к одной семье они принадлежат к романской группе не только к семье но и к романской языковой группе так что я думаю что ему было это не так уж трудно и вообще он был мальчишкой одаренным особенно к языкам как потом оказалось кроме того он знал еще свой родной язык я думаю что это был одессинский язык и ну и наверняка еще вот язык той страны где он находился в рабстве довольно долгое время несколько лет кроме того хозяин обучал его японскому языку и они успели выучить японский еще до приезда в страну восходящего солнца потому что уже к тому времени отцы иезуиты успели составить небольшой словарь небольшой тезарус и значит этот тезарус был в Риме был во многих миссиях и священники по значит коротали время вот значит по пути в Японию или в какую-то другую страну изучая вот язык той страны куда они направляются это у них было таким обязательным условием возможно этим объясняется и то что Валиньяна как и все члены его миссии в короткие сроки освоились на новом месте они вполне сносно могли общаться с местными жителями на туземном языке и в общем-то им в том числе с оде набунага правда как потом оказалось значит Валиньянов оказалось когда Валиньянов прибыл в Японию оказалось что Тезарус был плохенький все было очень плохо и грамматика была плохо написана и все остальное ему пришлось все переделать ему пришлось все переписывать он создал именно сам Валиньянов лично написал такой первый реальный хороший японско-латинский словарь и грамматику японского языка написанную на латыни он так неплохо разобрался в этой грамматике тоже вот интересно не зная кстати иероглифов не зная иероглифов он разобрался в латыни и вот как-то правда общение самого этого чернокожего мальчишки с местным населением поначалу не заладилось не только из-за его плохого знания языка но также из-за того что он своей внешностью пугал простолюдинов женщин детей даже придворных едва вступив на берег Японии в 1585 году Ясуке вызвал небывалый ажиотаж в окрестностях города и селах начались роиться слухи одни шептали что иезуиты притащили злого духа другие благоговейно возражали что наконец пришел Будда который на многих древних иконах изображался чернокожим в один из местных храмов в один из местных храмов толпа собравшаяся поглазить на чернокожего гиганта насмерть сдавила несколько человек пытаясь хоть одним взглянуть на диковинное такое существо иезуиты испугались что народ в порыве любопытства может обрушить храм христианский храм вынуждены были обратиться к местным властям чтобы те разогнали собравшимся вот тогда же состояла встреча будущего Ясуке и Набунаги который предоставил Валиняна ауденцию во дворе кстати вот здесь вы можете видеть японскую миниатюру где чернокожий слуга несет зонт держит зонт над головой португальского чиновника эту встречу подробно задокументировал фра Луиш Фроиш который сообщает что ну вот это на первый взгляд рядовая встреча с христианскими монахами надолго запомнилась японцам благодаря тому что главу миссии Александра Валиняна сопровождал высокий чернокожий молодой человек во все времена высокопоставленные персоны должны были иметь эскорт считалось бонтон иметь в свите диковинных сопровождающих диковинных сопровождающих достаточно вот посмотреть на древнейкинские фрески или барельефа ахименидов из рассказа Луиша Фроиша явствует что атлетического телосложения чернокожий паш настолько породил набунагу что тот почти не проявил интереса к его хозяину возможно в этом и в этом именно цель набунаги прошу прощения Валиньяну именно в этом и заключалась может быть он и не хотел чтобы к его персоне было много внимания значит он в то время как все глазели на вот этого чернокожего молодого гиганта он сам в это время изучал обстановку ну вообще известно что иезуиты были прекрасные психологи значит и заодно наверняка он успел кое с кем пообщаться и с вельможей кое что кому-то мог передать какую-нибудь записочку и так далее в общем я думаю что там все это было продумано тут произошла интересная история значит Набунага смотрел на этого парня широко раскрытыми глазами настолько насколько вообще они могут открываться у японцев и в конце концов он не выдержал там какой-то из вельмож подошел и нашептал ему что-то на ухо он сказал что наверняка вот эти европейцы пытаются просто ну обдурить что ли великого даймё что наверняка это обычный португалец которого какой-нибудь там матрос с каравеллы и его просто вымазали в значит черный его вымазали черными чернилами которые получали из сока каракатицы из вот этого такого чернильного мешка каракатицы и если хорошенько потереть его влажной тряпочкой то вот эти чернила сойдут с этого гиганта Набунаги приказал чтобы его двое его телохранителей раздели этого значит юношу с тем чтобы во-первых убедиться что у него не только лицо и руки черные а все тело но значит чернокожий этот парнишку он отшвырнул этих двоих самураев как кутят возникла ну такая нехорошая ситуация все выхватили одни стали выхватывать шпаги другие стали выхватывать свои катаны но Валиньяно успокоил всех и приказал своему слуге раздеться по пояс тогда значит по приказу набунаги принесли губку и значит ведро с водой и стали его тереть пытаясь отмыть его от этих чернил в конце концов Ода сам подошел к молодому этому рынде и сам потрогал его значит он был просто в восторге Валиньяно не замедлил воспользоваться этой ситуацией и сказал что если вот великий даймё если великому даймё так понравился этот юноша он его дарит он дарит японскому сюгуну этого значит чернокожего юноше и он будет прислуживать ему впредь надо сказать что набунаги был просто в восторге и он не скрывал своих эмоций и тогда же вот были подписаны какие-то наскорую руку какие-то очень важные документы которые заранее подготовили иезуиты и которые в общем-то сразу же вступили в силу рассказ Фройша подтверждается свидетельством японских архивов из японских архивов цитирую на 23 день второго месяца это 23 марта 1581 года черный паш прибыл из христианских стран он отличался добрым здравием и хорошими манерами правитель похвалил силу иноземца а племянник выделил ему сумму денег на содержание как видно из японских архивных материалов сразу после этого Ясуке вместе с христианами под предводительством иезуита Луи Фруа ну это вот Луи из Фроэш отправился в турне по провинции Этлидзен где встречался с местными вельможами Сибата Кацу Тое Хасиба Ихиде Кацу и Сибата Кацуи которые также подтвердили что иноземец черен как уголь высот как сосна и силен как бык недолго дальше вот у нас идет уже кстати вот здесь это еще одна японская миниатюра где мы видим опять же значит чернокожего прислугу который значит ведет на поводке европейского пса который это подарок опять же великому даймя а сам даймем вот изображен здесь значит слева значит от меня значит он очень любил вот эти европейские всякие диковинные штучки в этом смысле он очень напоминал Петра Великого да который также значит любил вообще их часто сравнивают Набунагу и Петра часто сравнивают вот Петр тоже да любил всякие всякие такие диковинные штуки которые часть из которых сохранилась и сегодня хранится в кунсткамере но это вы все знаете и так значит Миттельштейн это как бы уже середина партии разгар игры дальше карьера Ясуке пошла по нарастающему так кстати вот он вернувшись из провинции в Киото он был сразу принят на службу Кода Набунаги который нарек его Ясуке согласно древней традиции практически у всех народов нарекающий берет на себя ответственность за судьбы нареченного который надолго становится подопечным того кого нарек и так насчет имени дело в том что среди современных исследователей нет общего мнения о том откуда именно был родом этот чернокожий парнишка они считают что он был родом из Мозамбика но это вот та часть это та часть Африки откуда португальцы в основном черпали основной вот как бы основную массу чернокожих рабов которые в конце концов оказались там в Бразилии как мы с вами знаем других даже в Индии но все-таки есть мнение что Ясуке был это вот американский один из американских исследователей считает что он был родом что он был хабеш вы знаете что в армянском что например в армянском это слово есть означает абиссинец он был родом из Абиссинии в армянске абиссинии вы знаете хабешстан вот он был абиссинцем кстати так же как и Ибрагим Ибрагим Ганнибал а если он был абиссинцем значит он был христианином о чем кстати свидетельствует его имя Ясуке Многие думают, что Ясуке это производное от Исааке, библейский Исаак, который в Абиссинском произносится именно вот так, Исааке. Итак, Исааке стал в Ясуке. Кроме того, у хабешев, у абиссинцев, у них одна из самых распространенных фамилий, вот как у нас Исаакян, у них Ясуфе. То есть, у него либо фамилия была Ясуфе, либо его звали Исааке. Отсюда и его имя. Наверняка просто у парня спросили, как тебя звали, как тебя вот назвали родители, он сказал Ясуфе, ну, Ясуфе стал, прошу прощения, Исааке. Исааке очень быстро стал Исаке. Наверное, как-то так это должно звучать по-японски. Ну, по-русски это Ясуфе мы будем произносить, как вот это требует правила русской фонетики. Ну, дальше карьера Ясуфе пошла по нарастающей. Во время тренировок он демонстрировал быстроту реакции, ловкость пантеры, великолепные навыки владения холодным оружием. Итальянско-испанская школы фехтования в XVI-XVIII веках оставались непревзойденными. Иезуиты в отдельном порядке обучались этому искусству, особенно владению двуручной дагой и плащом. Леворучной, прошу прощения, дагой и плащом. Вы скажете, а где же он научился этому искусству? На корабле. Все там же на корабле. Потому что на кораблях они постоянно, он наверняка, во-первых, известно, что он очень быстро, вначале он был обычным токелашником. В переводе на русский язык это груши, груши. Ну, потом, ну, там и поломоем. А потом он как-то быстро научился лазить по вантам. И с чем снискал уважение этих португальских матросов. Лазил быстро, ловко, как пандера. А потом он подружился с помощником командира, капитана, с помощником капитана. Это был португальский дворянин, лейтенант. На корабле это очень высокий, кстати, для матросов это очень высокое звание. Который научил его всем этим вещам, владением, скажем, шпагой, дагой и так далее. Да и вообще, иезуитов этому всегда обучали. Не надо забывать, что основоположником ордена иезуитов был Игнатий Лайола. Был Игнатий Лайола и не Его. Это баз гаворианского происхождения, который был до того, как он стал священником, и до того, как он основал орден иезуитов, он был офицером. Офицером испанской армии. И, в общем-то, прославился своей храбростью. Он получил тяжелое ранение во время осады одной из крепостей. После чего он стал инвалидом, он перенес несколько тяжелых операций. Там ядро прошло у него между ног. Одну ногу просто ранило, а другую там переломало. Там кости были раздроблены. Потом они неправильно срослись. Он чуть уже умирал. Его даже соборовали. Потом он все-таки выжил и считал это чудом. И, в общем-то, стал вначале священником, а потом и вовсе основоположником ордена. Он считал, что его долг бороться с мусульманами, с язычниками. И он понял, что гораздо эффективнее можно бороться, как наш Несрок Маштопс. Можно бороться не только оружием, но и Словом Божьим. Кстати, надо сказать, причем он считал, что с реформацией нужно бороться оружием. А потом они поняли, что, наверное, все-таки гораздо эффективнее будет бороться словом, а не железом против реформации. Но все-таки его вот такое, знаете, военное происхождение, оно давало о себе знать. Потому что вот этот орден, который он создал, он был, знаете, он очень напоминал военную организацию. Очень. Это была, по сути, военная организация. И у них там, значит, были свои лейтенанты, капитаны, генералы и так далее. И дисциплина была абсолютно военная, и одежда была, больше напоминала их, как бы, не столько священческую одежду, неудобную, да, длинную, путающуюся в ногах, а удобную военную униформу, хоть и черного цвета. Так что иногда было трудно понять, кто перед вами вообще, светский человек или все-таки священник. Вот в этом их отличие, например, от францисканцев. В общем, и владение оружием было у них обязательно. Владение оружием и физическая подготовка. Вот, и, конечно же, наш герой прошел через все это. В наши дни, да, вместе с тем Ясуке не был деревенским уровнем, и при выполнении поручения Даймё Ясуке проявил себя расторонным и сообразительным малым. Возможно, сыграла роль иезуинская школа. В течение года Ясуке вырос от личного конвоира Нагунаги до самурая с пожалованным Даймё церемониальным клинком, указывающим на его принадлежность к сословию самурая. Ему были пожалованы небольшой земельный участок с крестьянами и скромные личные резиденции. Вскоре, к вящему недовольству людей из ближайшего окружения Нагунаги, выяснилось, что хозяин доверяет Ясуке больше, чем старым слугам и пажам, и делится с ним сокровенно. В наши дни столь быстрый карьерный рост арабка непременно попытались бы объяснить той или иной конспирологической теорией. Я считаю, что успех в Ясуке условен прежде всего его личными качествами. Но возможно, что в этот раз все действительно было не так просто. Несомненно, немалая заслуга восхождения чернокожего парнишка, чьи предки много поколений пасли коз в африканской саванне, принадлежит Александру Малиньяну, который выписывал из забитого оборвыша образованного и расторонного поручика, владеющего несколькими языками и холодным оружием. Было ли это частью разработанной иезуитами хитрой схемы или просто удачным стечением обстоятельств, источники умалчивают. Ко времени появления в Японии Валиньяна, Нагунага фактически был единоличным правителем страны, одержавшим победу над всеми внузними врагами и успешно осуществлявшим целый ряд преобразований, которые должны были непременно вывести Японию в число передовых стран своего времени. Безусловно, роль в успехах Нагунаги сыграли христиане, обеспечивавшие его огнестрельным оружием, советами и стратегически важной информацией. Иметь своего человека в притворе, который сможет не только собирать необходимую информацию, но и влиять на решение могущественного правителя было великим достижением иезуитов. Возможно ли, чтобы Валиньяна специально подсунул Нагунага своего обученного подопечного? Зная методы иезуитов, такое вполне можно допустить. Был ли Ясуке тайным агентом Ордена Иисуса? Не знаю. И вряд ли мы когда-нибудь об этом узнаем. Наверняка, узнаем наверняка. Слишком много времени прошло. И документы, могущие пролить свет на этот вопрос или на этот вопрос, в моем догадке, едва ли сохранились. Ну, а все-таки, каковы были причины, очевидные причины, того, почему Нагунага сделал Ясуке своим поручиком, своим доверенным лицом? Их и без всех вот этих конспирологических теорий вполне достаточно. Ну, пугающей внешности, высоченный по тем временам рост, метр восемьдесят восемь сантиметров. Более чем веская причина для того, чтобы нанять иностранного рынду и вот как бы сделать его своим телохранителем. При одном виде такого пучеглазого демона могла дружнуть рука даже повидавшего вида ассасина. Спокойствие и уверенность в собственных силах сами по себе большие преимущества, а в бою и вовсе двойное преимущество. Телохранитель, не теряющий голову в чрезвычайных обстоятельствах, просто незаменим. Время тренировок Ясуке удавалось отбиться от десятка воинов, что говорило не только о его силе и выносливости, но и о мастерстве и выдержке. Не случайно его любимым видом спорта, кроме фехтования, была борьба с умо. Сохранились свитки с изображением борьбы сумоистов. На одном из свитков чернокожий такой жердяй спаррингуется таким толстым, жирным, японским сумоистом. Некоторые считают, что изображен на этом... Я просто не смог найти сегодня, чтобы вам показать этот свиток, не смог найти его в свободном доступе. Ну, я его сам видел. Ну, здесь мы видим... Коду Набунахи, его вельмож. Кроме того, сумо было любимым видом спорта и других даймон, которые стали правителями Японии после него. Сынь дворца сторонились Ясуке. Ему никто не доедал, как чужаку, никто не сочувствовал. Возможно, он не всегда понимал сути происходящего во дворце. Что еще больше повышало его ценность, как доверенного любителя. Ясуке был всем обязан своему хозяину и благодетелю. Не будет хозяина, не будет Ясуке. Всем, значит, даже если он погибнет, то лишится... Если же хозяин погибнет, то Ясуке лишится всего. После того, как Ясуке получил родовое имя, титул самурая, ритуальный короткий меч, которым, согласно традиции, потерявший честь самурая, должен был совершить сипугу, его жизнь и судьба еще теснее переплели с судьбой Набунахи. Прямолинейные решительные ода, подобно Петру I, которому больше доверявшему выскочкам, вроде Меншикова и Ягужинского, или иностранцам, вроде Лефорта, Гордона, Исраила Ури, Беринга, Ибрагима, Ганнибала и многим других, значит, да, значит, вот он точно так же наш Набунага больше доверял выскочкам и каким-то маргиналам, каким-то иностранцам, чем старым аристократическим фамилиям, которые сопротивлялись изменениям и тянули страну назад в прошлое. Опытный политик Набунага знал, что чужак, вольно или невольно, перешедший на противоположную сторону, обычно становится самым преданным слугой, ведь для него пути назад нет. Достаточно вспомнить о Пиане или Иосифе Флаве из «Врагов Рима», превратившихся в его панагиристов. Современники отмечают, что бывший простым, ну, как бы, сыном простого воина, значит, и дослужившийся до старшего офицера и даймё Набунага, значит, ну, сначала он был даймё из такой простой провинции, из какой-то второстепенной провинции. Он так и не проникся японской стариной и её традициями. Он ценил в людях не знатность происхождения, а деловые качества, и нередко кричал на провинившуюся и даже поколачивал их, независимо от того, были они простолюдинами или знатного происхождения. Кроме того, подобно русскому царю Петру, Набунага ещё с детства любил диковинные вещи, вёл себя очень странно и эксцентрично, за что получил кричку «большой дурак из аварии». Аристократы, не понимавшие суть его реформы и поступков, за глаза только так его и называли. Вам это ничего не напоминает из нашей современной действительности? Ну и, кстати, из украинской действительности тоже, где там кого-то называли наркоманом, клоуном и так далее. История Суке с того момента, как он присоединился к Ода Набунаге, уже не только как личный помощник, но и как самурай, не развернула связанность с хитрости плетениями воин и кланов периода Сен-Гоку. В 1582 году во время битвы при Тэмо-Кудзан, когда объединённые войска Ода Набунаги и Ясу Токугавы нанесли сокрушительный удар клану Токеда, послал Токугавы Мацудайра и Тэго, записал, что его поразил чёрный, цитата, «чёрный из кожи, как уголь человек, сражавшийся яростно и свирепо». Во всех сражениях Ясуке, как и положено оруженосцу и телохранителю, сражался впереди своего хозяина. Всего за пару лет Ясуке смог добиться невозможного, поучаствовать в ключевых событиях истории Японии, навсегда вписав себя в неё, как первый чёрный самурай страны восходящего солнца. Вместе с приобретённым опытом и шрамой происходило мужание Ясуке, благодаря харизме и выдержке Ясуке в окружении Оды, к нему привыкли и перестали шарахаться. Вот здесь мы видим то, как расширялись границы владений Нагунаги. И теперь вот, наконец, Эншпи. И всё же белая полоса в условиях тотальной гражданской войны не могла продолжаться долго. Разбит друг за другом две коалиции, уничтожив орден ассасинов, известный в нашей дни под названием Нинча, военный диктатор Ода, использующийся покровительством иезуитов, и ненавидимый знатью иудийскими священниками, настолько расслабился, что... Ну, несколько расслабился, скажем так. Летом 1582 года, в ходе подготовки кампании против рода Мори, Даймио остановился в Киото, в храме Гонадзи. Он собирался лично возглавить войска, часть которых уже вела затяжные бои с противником. На подмогу им были высланы силы военачальника Акеты Митсухидо из знатного аристократического рода. Однако ночью, 2 июня, войска, посланные на помощь в месте выступления на фронт, прибыли в Киото и окружили храм Гонадзи, где находился Нагунага со своей свитой. Солдаты Акеты Митсухидо взяли храм штурмом и заснутый в росток Нагунага, охраняемый только небольшим числом телохранителей и слуг из чиста свиты, проиграл битву и был вынужден совершить сипуку. Но это ему было позволено сделать, он спокойно покончил жизнь самоубийством, окружение врагов. Ясуке сражался в этой битве, пытаясь спасти своего хозяина, но карму Нагунаги изменить было нельзя. После гибели великого полководца Черный Самурай присоединился к сыну Один Абутате, который собирал разбитые войска отца возле замка Нидзё. Ясуке еще какое-то время сражался на стороне Абутаты, стремясь отомстить за смерть хозяина, однако в итоге попал в плен к Акете Митсухиде. Возможно, он сам сдался, я не исключаю и такого. Но здесь мнение историков расходится, одни считают, что осознав бессмысль из дальнейшей борьбы, он сдался в плен, однако доказательств добровольной сдачи Ясуке в плен нет. Другие полагают, что он попал в плен, будучи ранен в бою, но это как-то вот такие более романтично настроенные писатели считают, что вот он просто был тяжело ранен, потому оказался в плену. Митсухиде решил его судьбу, заявив, что, цитирую, «Черный человек был бы зверь, не знавший, что творит, и к тому же не японец, потому его нужно казнить в Нанбандера, это храм Южных Ворот». Одни считают, что на самом деле Акете проявил милосердие и спас жизнь черного самурая. Ясуке попросту отвезли в ближайшие иезуитские церкви и передали варварам из-за моря. Возможно, Митсухиде не захотел повстить отношения с иезуитами, овладавшими большим влиянием, снабжавшими огнестрельным оружием практически все воюющие стороны. Не исключено, что бывшие хозяева выторговали жизнь своего подопечного или агента, предложив японцам выгодную сделку. Либо расчет был на то, что белые варвары сами казнят Регета Ренегата. Японцы же не запятнают руки против чужака. Так или иначе, дальнейшая судьба первого афро-самурая покрыта туман. Вернулся он в лоно иезуитского ордена, служил ему в иных далеких странах, прислуживая новому хозяину, которому его подослали. Этого мы не знаем. Если он остался в живых и не был казнен, скорее всего, так и было. Иезуиты с трудом принимали в свои ряды желающих служить Святой Иеринской католической церкви, но став членом ордена, выйти из него можно было только умерев. Оставаться в Японии после смерти Оды, естественно, не мог. Поэтому его, скорее всего, откомандировали в далекие края, чтобы использовать как агента. Но никаких свидетельств тому нет. В заключение добавлю. Это вот миниатюры, где показана героическая битва на Бунаге с ворвавшимися в его дворец воинами. Тут мы видим, значит, те, которые в доспехах, это враги. Те, которые без доспехов, в ночных рубах. Это, в общем-то, слуги на Бунаге. Вот он сам. Борде Джованни Николаев. Могила Оды. А это место, где произошло последнее сражение Оды. И здесь он принял смерть. В заключение добавлю, что появление в Японии таких фигур, как Луиш Круэш, Александр Валиньяно, Ясуке, Гечи, Сольдо, Аргантину и великой троицы объединителей Японии Оды на Бунаге, Тойотома, Хидеоси и Токугава и Ясу стало возможным и в каком-то смысле закономерным именно в эпоху Абзути Мумуяма, которая приходится на самый конец Сэнгоку-Дзидай, эпоха воюющих провинций. Хронологически это время совпадает с эпохой позднего возрождения в странах Средиземноморской Европы. Характерной чертой этого периода стала открытость Японии и влияние Европы и осознание необходимости модернизации страны. Важную роль в модернизации Японии сыграли отцы иезуиты. Они отличались уточенной латинской образованностью, гибкостью и умением обращаться с восточными народами, что помогло сформировать позитивный образ европейцев в Восточной Азии в целом и в Японии в частности. Они завезли на японские острова новые знания в сфере кораблестроения и морской навигации. Медицины, химии, астрономии, книгопечатания, изобразительного искусства познакомили японцев с новыми продуктами питания. Европейцы также научили японцев пользоваться огнестрельным оружием и общили к особенностям европейского военного искусства. Среди японской элиты началось повальное увлечение всем заграничным. Некоторые аристократы стали носить европейскую одежду, делать южных варваров героями своих повестей и изображать их на своих героях. В это время в японский язык проникло немало европейских слов, связанных с новыми технологиями. Благодаря усилиям латинских иезуитов в Японии широкое распространение получило христианство. Именно в эту эпоху при дворе правителей Японии появляются и иностранные советники, в том числе голландских штурман английского происхождения Уильям Адамс, потешнивший при дворе Тойотома Хидайоси советника по делам Европы иезуита Родригеса. Под влиянием Адамса Тойотома Хидайоси новый сегун Японии начал гонение на католиков, закончившиеся для большинства из них трагично. Голландцам и англичанам удалось вытеснить португальцев с японского рынка и свести на нет все усилия иезуитов по христианизации Японии и вовлечению ее в зоб углона западной цивилизации. Но тут имеется в виду прежде всего Средиземноморскую цивилизацию. Таким образом, Ясутке был далеко не единственным иностранцем, оказавшим влияние на внешнюю и внутреннюю политику Японии. В этот переломный для нее период истории. Единственное, что его отличает от остальных, это цвет кожи и недюжая физическая сила. Однако известны и другие истории успеха черных харизматиков при дворах Европы и Азии. Одним из них был Мавр по имени Маурицио Отелло, чернокожий гигант, завоевавший доверие венецианского дожжа и долгие годы служивший во флоте Венецианской республики. Кстати, вот, хотя сегодня вот очень модно, это очень модная стрелялка, там вот, где повествуется о том, что в конце концов за смерть своего хозяина отомстил Ясутке, это неправда, за смерть Ясутке отомстил безвестный сельский самурай Сакуэмон, если что. Так вот, другим чернокожим гигантом, завоевавшим в доверие правителя и вере служивший в новой родине, был Мавр по имени Маурицио Отелло. Он командовал венецианским флотом на Кипре с 1505 по 1508 годы и потерял там свою жену при крайних подозрительных обстоятельствах. И приоты очень гордятся тем, что Дездемону задушили именно на их островах и охотно показывают туристам замок Отелло по Матусе. Скорство сюжета об угрозенном предмете жены, доказательства ее неверности, объединяет произведение с рассказом о трех яблоках, Шахеризаде и Сыкла «Тысяча одна ночь». Значит, эта история, она вдохновила Джеральджа Чантина на написание новеллы «Венецианский Мавр». А потом уже этот сюжет был, скажем так, заимствован Шекспиром, который написал тоже вот такую вот трагедию под названием Отелло. Другим достаточно известным примером истории успеха чернокожего дивергента является история восхождения деда Пушкина, Ибрагима Петровича Ганнибала. И хотя история Араба Великого мифологизирована современниками, да и самим Пушкиным, кое-что достоверное о его биографии все же известно. Молодой Араб также поначалу воспринимался Петром как диковинное существо из заморских стран. Однако со временем за экзотической внешностью своего расторопного чернокожего пажа Петр обнаружил незаурядную личность и искреннюю преданность делу Петрова. За годы службы Ибрагим продемонстрил ценные качества, которыми не обладали даже лучшие представители боярской России. Он открыто выражавший недовольство реформой прозападного царя и строившие заговоры против него. Сам же Петр оказался, вышел со словных и расовых предрассудков и стал крестным отцом, покровителем чернокожего юноши. Возможно, именно он нарек Араба Ибрагимом, то есть Араба Ибрагима, именем выдающегося африканского полководца Ганнибала. Так произошло второе рождение Ибрагима, теперь уже в образе полководца, главного военного инженера русской армии, генералом Шеферем, русского флота, Ганнибала, Абрана и Петровича. Вторым браком женатого на девицы из древнезнатной фамилии, положившего начало новой ветви русского дворянства с Абъясинской пружины. Кстати, второй раз он был женат на дворянке, чьи корни уходили, которая по происхождению была гречанкой, византийкой даже. В этих историях стержневой является идея повторения повторного рождения, прохождения через своеобразную инициацию, что часто встречаемо в историях о конвергентах. Так же, как на новой родине, в Венеции, умер чернокожий молодой раб с галер и родился Маурицо Отелло, известный христианин-католик Гроза Сарацин и оплот великолепной Венеции. Подобно арабу Петра Великого, Маурицо Отелло не только крестился и взял новое весьма символическое имя, он также женился на юной дездемоне дочери правителя Венеции, которая стала символом его соединения с новой прекрасной Родиной. Что касается Ясукетта, он перерождался по меньшей мере дважды. Один раз, когда был принят на службу святую инквизицию и стал подопечным Александром Валиньяном, который превратил африканского казапаса в образованного и подготовленного агента инквизиции, обладающего военными навыками, знанием языков и знанием политической конъюнктуры. Второй раз он переродился при дворе Сюгуна на Бунаге, где он обрел нового покровителя, также лишенного расовых и сословных предрассудков, и стал самураем и пажем выдающегося государственного воина и объединителя Японии. Обладая пластичным мышлением, дивергенты хорошо адаптируются и хорошо проявляют себя в переломные периоды истории. Таким образом, это действительно история... Это действительно Нихон Реверси, где постоянно фишка меняет цвет, становясь то черной, то желтой, то белой, а потом, может, еще какого-то другого цвета. Если есть вопросы, я, конечно, готов ответить. Хотя, не думаю, что здесь могут быть какие-то вопросы, я повторяю, это просто детективная история. Я надеюсь, вам было интересно.